Здравствуйте, спасибо, что пришли. Сегодня мы с вами окунемся в мир паранормальных явлений. И начну я с небольшого вопроса. Скажите мне, было ли у вас такое в жизни, что вы проснулись и почувствовали, что вы не можете пошевелиться? Вот кто-нибудь, давайте поднимем руки, чтобы я понял, кто здесь такой же, как я. А было такое, что вы при этом чувствуете, что в комнате кто-то есть посторонний, и он за вами следит. А было такое, что этот кто-то допросился на вас и пытался вас задушить. Или сидел у вас на груди, или делал что-то иное, вызывающее вас удушье. О, нас раз, два, даже поменьше, четыре. Четыре человека. Достаточно много, и на самом деле это примерно соответствует статистике по разным странам и разным районам. Самый страшный кошмар в моей жизни снился мне два раза, и я пытался в интернете найти картинку, чтобы его поиллюстрировать. И самое близкое это было что-то в этом духе. Да, я не забыл предупредить, это хоррор-лекция. Тут будет много всяких страшных картинок. И какое-то такое размытое существо запрыгнуло мне на грудь. Я испытывал боль, такую суровую. И оно что-то со мной делало, я не мог посверлиться, не мог его сбросить. Ну, проснулся в холодном поту, было это все очень неприятно. И мне стало интересно узнать, что на самом деле похожие сны, они встречаются у самых разных людей, не только у меня. И они очень похожи. И многие, вообще слово кошмар, оно происходит от некоторого слова из кандинавской мифологии. Есть такой демон, называется Мара. Это демон, который вызывает ночное удушье. Потому что само по себе очень интересно. И оказалось, что похожие демоны и разные существа, они вообще встречаются в самых разных народах и самых разных культурах. Ну, например, в мусульманской традиции иногда это свойство приписывают джинам. Есть в чувашеской мифологии Вубар, Ингума, Албасков. В России есть как Кикимара, так и Домовой. Вот Домовой обычно связан с удушьем. Можешь сесть на грудь и этим предупредить человека о грядущей какой-то беде. Ну, вот есть инкубы у римлян и много чего другого интересного. И некоторые сторонники паранормального говорят, что, ну, раз у всех похожие демоны, значит, эти демоны существуют на самом деле. Как иначе объяснить похожий опыт самых разных людей? Но у науки на этот счет есть иное объяснение, которое заключается в том, что у людей есть общий физиологический опыт, который с ними происходит. У нас у всех похожая анатомия, похожая физиология, и поэтому на самом деле ничего удивительного в этом нет. И связано общее свойство вот этих кошмаров с явлением, которое называют сонный паралич. Что это такое? Когда мы спим, у нас есть разные фазы сна. Есть фазы быстрого сна и фазы медленного сна. Фазы быстрого сна, или rapid eye movement сон, то есть сон, когда у нас быстро двигаются глаза, он характеризуется тем, что у нас активность мозга почти такая же, как во время бодрствования. То есть мы очень активно о чем-то думаем. Если человека во время рем-фазы сна разбудить, то ему будет, он скорее всего скажет, что ему снился в этот момент сон. И поскольку у нас активность мозга большая, во время рем-фазы сна, то для того, чтобы мы во сне не начали воплощать то, что наше сновидение в реальность, то есть не начали бы там бегать, прыгать, ходить, падать с кровати, с верхней пауки в поезде особенно, у нас включается такой защитный механизм. Моторные нейроны, которые посылают сигналы скелетной мускулатуры и говорят, рука поднимись, рука опустись, они неактивны и не подают этих сигналов. Только глаза двигаются, ну мы можем дышать, но руки, ноги как бы парализованы. И в норме это состояние должно пройти к моменту, когда вы просыпаетесь. Но иногда бывает так, что вы как бы проснулись или почти проснулись, но это состояние не прошло. И тогда вы испытываете очень странное состояние, вы еще не до конца проснулись, и вы чувствуете, что вы не можете пошевелиться. А мозг, он так устроен, что он достраивает недостаточную информацию о окружающем мире и конструирует из нее максимально правдоподобную реальность, насколько он это может сделать. И одно из объяснений того, почему вы скованы, это то, что может быть вас кто-то душит. Особенно если есть какой-нибудь темный силуэт на фоне чего-нибудь, какая-нибудь тень, она может быть принята за околота демона. И чаще всего, кстати, такие вот кошмары с явлением душащего демона как раз случаются с людьми, у которых есть проблемы с дыханием. Например, если у вас есть апноэ, если вы храпите во сне, особенно если вы спите на спине, когда это усиливается, и чаще всего такие кошмары приходят людям, которые спят на спине, то у вас может случиться раконструкция общего кошмара. Душащий демон, темный силуэт, который из неких теней состоит, могут быть какие-то звуки, потому что можно, допустим, то же самое биение своего сердца воспринять за какие-то звуки шагов или какое-то шуршание, и вот возникает общий кошмар. Вот этот механизм сонного паралича, он важный, защитный, и на самом деле ничего страшного в этих кошмарах нет, намного хуже ситуация, когда сонный паралич нарушается, в том смысле, что у вас не возникает этого паралича во время ремфазы сна. Это может приводить к разного рода нарушениям, и, как правило, за ними скрываются реальные органические повреждения мозга. Когда человек дергается и делает что-то странное во сне, вот здесь показан пациент, у которого, чуть позже скажу, какого рода повреждения бывают, но люди в таком состоянии совершают самые разные вещи. Например, одному мужчине, это случай, описанный в медицинской литературе, пояснилось, что он играет американский футбол, то есть он хотел забить голову, мячом кинуть его, а оказалось, что в реальности он схватил за голову свою жену и пытался бросить ее под кровать. Задокументированы случаи, когда люди занимались сексом в этом состоянии, и зафиксированы случаи, когда совершались убийства в этом состоянии, причем в американском правосудии есть особая экспертиза, которая может остановиться, что человек страдает от нарушений мерам фазы сна, и в этом случае особенным образом рассматриваются такие дела. То есть это не то, что человек хладнокровный убийца, он это сделал в неком особом состоянии, и с этим нужно как-то по-другому действовать в таких случаях. Ну, вот подобные нарушения чаще всего возникают из-за повреждения области мозга, ствола мозга, которые называются покрышкой моста, фонтайн тангентум, и интересно, что можно экспериментально просто, и такие работы делались на кошках, повреждали им эту область мозга, и было показано, что эти кошки могут во сне проявлять самого разного рода поведение. Например, они могут быть агрессивными, они могут изображать сексуальное поведение, они могут у кого-то убегать, драться. Ну вот у меня нет видео с кошкой, но у меня есть видео с собакой, я не знаю, делали ей повреждения мозга, скорее всего нет, скорее всего она просто сама по себе немножко чем-то страдает, но вот собакам тоже могут сниться сны и кошмары, и они могут воплощать их в реальности. Есть другой форм нарушений, на самом деле не совсем уже нарушений, это унатизм, он часто встречается у маленьких детей в возрасте до 5-6 лет, у достаточно большого процента, там 6-9% детей могут этим страдать, унатизм отличается от того, что я сейчас описал, потому что нарушение рем-фазы сна, именно с нарушением рем-фазы сна, унатизм связан с поведением автоматическим во время глубоких фаз сна. То есть люди сами даже не осознают, не воспринимают, что они ходят, они делают, как правило, очень простые, заученные вещи, которые они способны сделать без привлечения особого внимания. Например, я могу ходить, не задумываться о том, что я сейчас подниму левую ногу, сейчас подниму правую ногу, и вот такого рода вещи люди могут делать в состоянии унатизма. И опять же, как я уже сказал, совершенно нормальное состояние, но, к сожалению, и, собственно, почему так важно знать о том, что часто стоит за всяким разного рода паранормальным опытом, многие люди полагают, что унатизм – это признак того, что в ребенка вселился дьявол. И была, по крайней мере, одна совсем грустная история, вот эту девочку, ее зовут Эвелин Ласкес, ее мама решила, что в нее селился дьявол, и она ее зарезала, и потом села в тюрьму за это. Вот это один пример того, почему важно знать про паранормальное. Другая история – у меня нет неподходящей иллюстрации, но есть очень хорошая лекция на TED Talk, которую прочитала девушка по имени Керри Поппи. Кто-нибудь смотрел эту лекцию? Я рекомендую потом посмотреть. Она журналистка, и, собственно, она столкнулась со следующей ситуацией. Она приходила домой, и дома она видела полтергейста. И при этом она чувствовала такое состояние, которое написано, как «impeding doom», то есть гнетущее опасение за свою собственную жизнь, что что-то сейчас случится тревожное, плохое. Она плохо себя чувствовала дома, и она сначала обращалась к религиозным деятелям, и те предложили ей осветить квартиру. Она сделала какой-то магический ритуал религиозный, но потом у нее возникло ощущение, во-первых, ничего не изменилось, и у нее возникло ощущение, что она только разозлила этого духа, точнее, дух теперь одни только смеется. И тогда она обратилась к охотникам за привидениями. Но это были не те охотники за привидениями, которые Ghostbusters, а это были охотники за привидениями скептики, которые интересуются поиском рационального объяснения по нормальному опыту. И они ей предложили вызвать газовую службу, потому что те симптомы, которые она описывала, стоя некоторые удушья, тревоги, некоторые галлюцинации, часто возникают при отравлении угарным газом. И приехала газовая служба, сказала, у вас что-то не то с счетчиком, у вас тут зашкаливающее содержание угарного газа, если бы вы нас в течение нескольких дней не позвали, то вы бы здесь погибли. И это тоже пример того, почему иногда просто жизненно необходимо знать о том, что может объяснить тот или иной паранормальный опыт. Это может быть иногда повреждение мозга, тогда нужно обратиться к неврологу, к врачу, чтобы вам какой-то... Ну, надеюсь, что с вами такого не случится, но вот такое бывает. Вот следующая история, связанная с паранормальным. Обратите внимание сейчас на этого котика, как он копает песочек. Он его копает лапкой, которой у него нет. Вот это явление, оно называется явлением фантомных конечностей. И оно на самом деле часто встречается и у людей, когда они потеряли конечность, их ампутирована конечность. И, опять же, некоторые сторонники паранормального говорят, что это есть доказательство того, что кроме материального тела есть еще какое-то духовное, астральное, тонкое, эфирное, можно дальше придумать другой ряд синонимов, некое тело. Но, опять же, у этого есть альтернативное нейробиологическое объяснение, которое заключается в том, что человек утратил конечность. Да, но в мозге осталась по-прежнему вся та карта нейронов, которая раньше эту конечность иннервировала. Те нейроны, которые посылали туда сигналы, остались, и те нейроны, которые получали от этой конечности сигналы, они остались. И что происходит, когда эти нервные клетки, они уже больше как бы не работают, они начинают образовывать новые нервные связи. И часто так бывает, например, что у людей с ампутированной конечностей, они начинают чувствовать ощущение в фантомной руке, тогда, когда прикасаются к их губам. Потому что область восприятия сигналов от губ и от руки, они расположены в мозге географически рядом, и эти области могут начать взаимодействовать между собой. И иногда бывают не просто ощущения фантомной конечности, но и то, что называется фантомная боль, когда эта фантомная конечность, она еще и болит. И, кстати, часто оказывается, что у таких людей более сильно образуются эти связи между соседними областями мозга, между разными областями коры. И чтобы разобраться в том, почему может возникнуть такая фантомная боль, но есть разных гипотез о том, почему это возникает на уровне нейробиологии, одна из идей заключается в том, что просто те нервные клетки, которые раньше были восприимчивы к боли, из-за того, что они депривированы от обычных сигналов, они начинают сами спонтанно активироваться, а другая, что из-за прорастания этих сигналов от соседних участков мозга, они начинают активироваться вследствие воздействия на какие-то другие чувствительные рецепторы, которые расположены где-то еще на теле, и это вызывает иллюзию болевых ощущений. Ну вот нейробиолог Вейлана Рамачандриан, автор книги «Фантомы мозга», он писал следующую гипотезу того, почему может возникать сильная фантомная боль, что мозг привык, что если он посылает сигнал руке, то после этого рука она как-то реагирует на эти сигналы, например, сгибается. А если рука в ответ на сигнал «согнись», не сгибается, это потому, что ей что-то придавило. А если что-то придавило, значит ей что-то угрожает, и нужно как бы с этой рукой что-то делать. И мозг посылает в ответ следующий сигнал «сгибайся рука, сильнее сгибайся, еще сильнее». Ну и в итоге приходит вывод, что там полтонна ее придавило, и возникает естественное предупреждение, что больно, что-то надо делать. И Рамачандриан предположил, что можно в этом случае мозг попробовать обмануть, потому что мозг собирает на самом деле информацию, вредина от всех органов чувств, самых разных, опять же, чтобы построить непротиворечивую картину мира. И он придумал эту штуку с зеркальным ящиком, она была популяризована в сериале «Доктор Хаос», где там был вьетнамский пациент, который участвовал в вьетнамской войне, если не ошибаюсь. И вот он был очень злой, потому что его мучили фантомные боли, и Хаос в его раскусил засунул ему руку в такой вот зеркальный ящик. Его идея заключается в том, что пациент кладет руку в этот ящик, там есть зеркальное отражение, и он видит копию своей руки в зеркале, как будто бы у него две руки. И дальше он свою здоровую руку сгибает, и при этом представляет, что он сгибает еще и фантомную руку. И в итоге он так вот делает, и для мозга это сигнал, что вообще-то с рукой все в порядке, и он даже на сигнал реагирует. И исследования у Роман Чандрена и некоторых других авторов, которые пытались воспроизвести эти работы, показывают, что, по-видимому, ну, по крайней мере, субъективное восприятие боли у людей уменьшается, они чувствуют себя лучше. После вот этих экспериментов с ящиками появились более навороченные методы, например, используя виртуальные реальности. Можно создать виртуальную, как бы, копию руки, и человек может управлять своей, как бы, несуществующей рукой, некоторой, ну, остатком тоже осталось от руки, может управлять виртуальной рукой, и это тоже помогает снять фантомную боль. По крайней мере, вот такие тоже работы существуют. Но интересно, что иллюзию, такой вот несуществующей конечности, и, точнее, то, что называется, она называется резюлюзией резиновой руки в данном случае, потому что здесь будет существующая, но фальшивая конечность, можно создать более-менее с любым человеком, ну, или, по крайней мере, вот в исходном первом эксперименте это удалось сделать с 8 из 10 людей, на которых это проверяли. История следующая. Вот это фальшивая рука, манекен резиновый, а это настоящая рука человека, и человек не видит свою настоящую руку, а видит манекен, который лежит перед ним, а экспериментатор синхронно прикасается к пальцу здесь и здесь, и делает это одинаковым образом и одинаково во времени. Если это делать именно синхронно, то тогда человек через некоторое время начинает испытывать иллюзию, что вот эта рука, он как бы чувствует эту руку. Мозг обманывается таким образом. И дальше можно проверить, насколько эта иллюзия убедительна. Можно взять молоток и по этой резиновой руке, и у человека, если делать вот эту подготовку синхронно, то у него возникает сильная эмоциональная реакция, которую можно померить с помощью полиграфа. Что такое полиграф? Ну, его называют еще там детектор лжи, но на самом деле не совсем детектор лжи, в том смысле, что он на самом деле измеряет сильную эмоциональную реакцию. Если вы нервничаете, то вы потеете, улучшается проводимость электрического тока, ток проходит ужасно, сопротивление уменьшается на вашей коже, и прибор, собственно, ровно это и регистрирует. И вот у людей, которым синхронно прикасались, у них изменения были больше, чем у людей, которым прикасались несинхронно, что демонстрирует, собственно, эту иллюзию. Но можно создать не только иллюзию фантомной руки у человека, у грызунов создавали иллюзию фантомного хвоста. Брали мышку, и эту мышку сажают в такую капсулу, где она особо не может пошевелиться, она смотрит всегда в одну сторону, ее хвост как бы загибает, а перед ней кладут кусочек шнура. И дальше синхронно или несинхронно один экспериментатор прикасается к шнуру и к хвосту. А потом другой экспериментатор, который не знает, было ли в процессе обучения прикосновение синхронным или несинхронным, он хватает этот шнур прямо перед глазами у этой мышки и проверяет, как она будет реагировать. И замеряет, когда там головой мотает, а это является некоторым индикатором того, как она сильно переживает за счет своего этого хвоста. И оказалось, что если были синхронные прикосновения к этому хвосту, то мышка реагирует намного более нервозно, чем если прикасаться несинхронно. То есть тоже можно мышке создать иллюзию фантомного хвоста. А людям можно создать иллюзию фантомного тела. Это тоже более современный эксперимент, который заключался в том, что человек надевает очки виртуальной реальности, он смотрит вниз куда-то туда, а напротив он видит в этих очках то, что видит вот эти вот камеры, расположенные в очках вот здесь, на штативе. И экспериментатор, он двумя кисточками одновременно прикасается к пустому пространству и к телу человека. И через некоторое время у человека, у него возникает иллюзия, что он чувствует невидимое тело, которое он видит в своих этих самых очках. И дальше, опять же, можно проверить с помощью полиграфа, насколько эта иллюзия убедительна. Можно вместо кисточки поднести ножик, к невидимому телу, и человек начинает нервничать. Хотя, понятно, что ничего ему не угрожает. Ну и опять же, это возникает только, если перескновения были синхронными. Если их делать несинхронно, то этой иллюзии не возникает. Следующая история, связанная с пранормальным, про которую я хочу рассказать, это история про ауры. Некоторые люди утверждают, что они видят ауры. Например, у нас на премии имени Гарри Гудини, мы предлагаем миллион рублей любому создакать, что обладает пранормальными способностями в условиях научного эксперимента. Люди заявляли, что они могут даже через маленькую, тоненькую ширму опознать ауру человека. Ну, ширма, тем не менее, непроницаема для света. То есть, нельзя увидеть, кто за ней стоит. У нас был молодой человек, так и четыре девушки. Мы их расставили за ширмой на глазах у испытуемых. Когда мы их расставили на глазах, испытуемые сказали, да, мы видим их ауру. Отлично. А теперь давайте вы выйдете, мы их случайным образом перемешаем, расставим их случайным образом за этими пятью ширмами. Ну, вы придете и скажете, за какой ширмой находится молодой человек, ауру, которую вы говорите, что вы видите за ширмой. И у нас было двое испытуемых, и они, к своему собственному удивлению, не прошли этого испытания. То есть, была серия проверок, в которых они показали результат неотличимый от случайного. Ну, один дал ноль правильных ответов из четырех, а второй человек дал один правильный ответ из пяти. То есть, по теории вероятности столько и должно было примерно случиться. Но означает ли это, что все люди, которые заявляют, что они видят ауру, на самом деле, ну, либо у них это просто плод фантазии, или что они являются обманщиками, или еще что-то в этом роде, совершенно не обязательно. Вообще, есть несколько разных объяснений того, почему люди могут видеть ауру. Ну, во-первых, иногда при птических припадках бывает так, что люди видят вспышки света, и это может восприниматься как аура. Бывает так, что если вы долго смотрите, допустим, на красный свет, то потом вы посмотрите на какой-нибудь темный фон, и вы увидите зеленое, допустим, пятно, это тоже можно переплыть с аурой. Есть всякие разные оптические иллюзии, но эта история не самая интересная. Мне больше нравится история, связанная с явлением, которое называется синестезия. Я сейчас сделаю небольшой экскурс в это явление, а потом скажу, как это связано с аурами. Вот перед вами сейчас есть два марсианских символа, которые нам телеканал РЕН-ТВ любезно предоставил с планеты Нибиру. Один из этих марсианских символов, все, что мы про них знаем, один из них называется Буба, другой называется Кики. И я сейчас вас прошу проголосовать. Вот как вы думаете, какой из них Буба, какой из них Кики? Вот вы для себя сначала определитесь, чтобы мнение окружающих на вас не повлияло. Все, теперь я надеюсь, что вы определились. Давайте, поднимите, пожалуйста, руку. Кто считает, что слева у нас вот это вот символ, да, это Буба? Так, вас таких раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну человек десять. А кто считает, что это Кики слева? Подавляющее большинство. И это есть воспроизведение очень известного эффекта того, что большинство людей почему-то действительно считают, что это Кики, хотя казалось бы, какая разница, ну то есть как форма связана со звуком. Ну, одно из объяснений заключается в том, что, ну вообще, как бы, скажем, сигналы разной модальности в мозге могут обрабатываться родственными участками мозга, и они поэтому могут вызывать у нас некоторые ассоциации. Одни штуки могут вызывать ассоциации с другими штуками. Это может быть разного рода ассоциации, в данном случае вот звучание и фигура, но есть такие синестезии, которые встречаются очень редко. Например, цифровая, цветовая синестезия, когда люди, цифры видят цветами, или буквенная цветовая синестезия, когда буквы видят цветами, цифры видят цветами. Вот это цитата из Ричарда Феймана, который, предположительно, был синестетом, по крайней мере, он об этом писал, что вот он некоторые символы видит разными цветами, и ему было интересно узнать, как же студенты воспринимают эти символы, когда он их рисует на доске, и когда он читает лекции. Ну, бывают и другие примеры. Например, люди заявляют, что они видят звуки цветами, или они, наоборот, видят цвета и слышат звуки. И вообще научное сообщество к таким явлениям и заявлениям достаточно долго относилось скептически. Ну, а как нам проверить? Вдруг эти люди нам просто втирают какую-то дичь, и за этим на самом деле ничего не стоит. Они просто хотят внимания или еще что-то, и начали придумывать более сложные тесты. Вообще мне эта история очень нравится тем, что многие сторонники веры в паранормальные говорят, ну вот, что вам, скептикам, что-то доказывать? Вот мы видим то, чего вы не видите. Как слепому человеку доказать, что вы зрячий? На самом деле очень просто. Я могу писать эксперимент, можете сами подумать, как это сделать. Очень просто. Я сейчас просто приведу пример, как доказать, что человек обладает звуковой световой синестезией. Звуковой световой синестезией. Основана проверка на следующем факте, что люди легко сравнивают ритмические звуки, но плохо сравнивают ритмические вспышки. То есть если я скажу ту-ду-ду-дун, ту-ду-ду-ду-ду-ду, то вы легко сопоставите это с ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Хотя это было очень быстро и непонятно. Я, может быть, не самый удачный воспроизводитель ритмических звуков, но если вам сыграют две мелодии, похожие по ритму, то вы легко их сопоставите. Это была одна и та же мелодия или нет. Если вам покажут серию коротких и быстрых вспышек, то на взгляд вам будет намного сложнее запомнить эту последовательность и сравнить ее с другой последовательностью. И на этом основан тест, который предъявляют людям, заявляющим, что у них есть такая синестезия, и людям, которые являются контрольной группой. Им сначала показывают вспышки света. И оказывается, что после каждого набора вспышек света, коротких и длинных, людей просят сравнить со следующим набором, который либо совпадает с предыдущим, либо отличается. И сказать, было ли это одно и то же, как азбука Морзе, либо это была другая азбука Морзе, ну, в смысле, другой набор сигналов азбуки Морзе. И если вы берете синестета, то он прекрасно справляется с этим заданием. Если вы берете не синестета, то он заваливает это задание. Но если добавить к этим вспышкам света звуковые сигналы с той же ритмичностью, то тогда разница между ними пропадает. Никакого эффекта уже больше нет, потому что звуковые ритмы компенсируют то, чего нет у обычных людей по сравнению с этими синестетами. Дальше вернемся к цветовой, цифровой синестезе. Ну вот, видите ли вы здесь треугольник? Кто увидел треугольник? Поднимите руку. Вот два человека увидело, три остальные еще не видят треугольник. Вот так лучше видно. Вот, да. Ну, хорошо. Но идею вы поняли, что намного легче... Если бы вы были синестетом, то вопрос, где здесь треугольник, даже вам бы не показалось. Если бы вы были таким синестетом, который заявляет, что он двойки видит иным цветом, чем пятерки. Синестеты бывают разные. Не все из них видят двойки другим цветом, чем пятерки. Но для каждого из них можно подобрать свой тест, который бы позволил выявить, верно ли то, что он утверждает на самом деле. Тому, что он чувствует. Есть прекрасная статья в журнале Nature, которая называется «5 плюс 2 равно желтое». Ее идея заключается в следующем. У них там был синестет, который утверждал, что он, в данном случае, видимо, семерку видел желтой. И тест строился на эффекте, который называется «эффект струпа». В чем он заключается? Намного легче назвать цвет, намного легче назвать слово, если оно имеет тот же самый цвет, которым оно написано. То есть, допустим, слово «зеленый» написано «зеленым», оно то, что называется по-английски «congруент». Оно не вызывает противоречия. Вы получаете два сигнала, они друг другу не противоречат. И вы быстрее реагируете, быстрее называете «зеленый», чем «красный», если «красный» написан «желтым». И эффект этот не очень большой, но если вы проводите большое количество экспериментов, то можно сказать, что он статистически достоверный. Там примерно 250 миллисекунд разница в скорости реакции у человека. И можно сделать похожую штуку вот с такими цифрками. То есть, человек сначала заявляет, какие цифры он видит, какими цветами, а потом ему показывают простые арифметические действия, которые он должен решить. А за ним следует квадратик. И этот квадратик, в котором должен быть указан правильный ответ, он имеет либо тот цвет, который совпадает с тем, что он заявлял, либо тот цвет, который не совпадает. А человек должен как можно быстрее отвечать на эти задания. И понятно, что скорость решения математической операции не зависит ни от чего, но при этом скорость реакции была бы больше у данного человека, если цвет поля совпадал с цветом той цифры, которая была правильным ответом. Я надеюсь, что я понятно более-менее это объяснил. И вот подобные тесты – это примеры того, что можно сделать для того, чтобы проявлять заявление людей, утверждая, что они являются синестетами. Так вот, есть люди, которые заявляют, что они являются синестетами в том смысле, что они, глядя на людей, видят их некоторыми цветами, вокруг них видят некоторые цвета, которые у них резонируют с их эмоциональным отношением тому человеку, которого они видят. Если им кто-то нравится, например, он может быть красненьким, потому что это симпатичный мальчик, а если он не симпатичный, то он зеленый. Вот что-то в таком духе. И вот в этой работе, которую я здесь внизу, я на нее ссылаюсь, авторы решили проверить следующую идею. А что, если некоторые люди, которые заявляют, что они видят ауру, они просто синестеты? И они набрали людей, которые утверждают, что они видят ауру и при этом считают себя эзотериками, то есть они обрели эту способность через духовные эзотерические практики, и набрали людей, которые ничего такого мистического не заявляют, но считают себя синестетами. И, во-первых, они прогоняли их через похожие струб-тесты, то есть человек заявляет, что для него, допустим, человек на некоторых фотографиях имеет некоторый цвет ауры. А давайте мы после этой фотографии покажем правильный или неправильный цвет и посмотрим, как быстро человек назовет этот цвет. Если он совпадает с предыдущей фотографией, то ему будет это сделать чуть-чуть легче, чуть-чуть быстрее он среагирует. И для синестетов это работал, этот эффект струпа, для экстрасенсов, ауровидцев это не сработало в этом тесте. Тогда этим ясновидцам предложили другой тест, им привели реальных живых людей и предложили на реальных живых людей. И они смотрят на человека, потом им нужно решить задачку, ну не задачку, а на экране показывают цвет, нужно назвать цвет, и не было эффекта того, чтобы предыдущее восприятие цвета влияло на последующее восприятие цвета, скорость реакции. Ну и еще одна вещь, которая была в этой же работе показана, что показания синестетов очень хорошо сходятся, когда им несколько раз независимо дают одно и то же задание, оцените цвета ауры, некоторые выборки людей по фотографиям или не по фотографиям, а у людей, которые говорят, что они типа мистики, у них показания расходились, они сами себе как бы противоречили. То есть то у них была красная аура, то зеленая, ну в общем. И в итоге авторы таки пришли к выводу, что хотя в некоторых случаях видение ауры вокруг человека, по-видимому, может объясняться синестезией, тем не менее существуют люди, которые, по-видимому, просто либо фантазируют, либо что-то еще, либо у них какие-то странные оптические иллюзии, которые пока что мы не понимаем. История касается любопытного синдрома, который называется синдром Кабгра, и он, возможно, объясняет разные легенды, может быть и не объясняет, но, во крайней мере, он как-то соотносится с легендами о том, что есть мифические существа, например, доппельгангеры, которые могут человека убить, а потом занять его место. Пациент с синдромом Кабгра, а этот синдром практически всегда связан с каким-то повреждением мозга. Можно считать, что какого-то человека, обычно это кто-то родственный, подменил двойник. Ну, типичная ситуация. Мужчина попал в аварию, попал в больницу, приходит домой, там его жена, и он говорит, «Э, это не моя жена». Он спрашивает, «А что, как это не твоя жена?» Вот блондинка, говорит, «Да, блондинка, глубоглазая, глубоглазая форма черепа та же, размер груди тоже тот же». Все то же самое, но это не моя жена. А бывают более запущенные случаи, когда человек говорит, что это не моя жена, а это какой-то гомосексуальный мужчина, переодевшийся моей женой, или что это не моя дочь, а это моя мертвая сестра. Ну, в общем, вот такого рода странные вещи. Мой самый любимый пример, связанный не с людьми, а с коте, авторы даже ввели название, синдром Кабгра или синдром подмены кота, пациент утверждал, что спецслужбы подменили его кота, что кот, он писал своей жене письма, не доверяй коту. Кот следит за нами, и у него нашли травмы мозга, по-видимому, связанные с тем, что раньше он занимался очень активно хоккеем, и от этого пострадал. Но какое существует объяснение этому? Есть немножко другой синдром, который заключается в том, что некоторые люди вообще не воспринимают лица, они могут видеть разные объекты, но лица не воспринимают. Это связано с повреждениями в области мозга, которая называется веретенообразная извилина. Но при этом у этих людей может возникать эмоциональная реакция на знакомых людей. Они как бы в лицо не узнают, но при этом, если им показать фотографии любимой жены, то у них можно на полиграфе заметить увеличенное волнение по сравнению с контрольной фотографией. А есть предположение, что синдром Каббера – это как бы наоборот. У нас есть два способа обработки зрительной информации. Какая-то часть зрительной информации обрабатывается на предмет того, какие эмоции это у нас вызывает, а какая-то обрабатывается на предмет того, что мы, собственно, видим. И повредиться может первая система или вторая система. И если повреждается, я уже в нумерации запутался, но одна система из повреждается, то вы распознаете лицо и не испытываете эмоции, тогда это возникает синдром Каббера, а в другую ситуацию возникает то, что называется прозопогнозия. Лица не распознаете, но эмоции возникают. И, собственно, мозг как бы в случае, если вы видите твою жену, она похожа на вашу жену, но при этом у вас нет ни эмоций, то вы начинаете думать, что что-то не так, может быть, ее подменили. И это то объяснение, которое себе может дать в этой ситуации поврежденный мозг. И действительно, когда проводили такой тест полиграфом у людей с синдромом Каббера, выяснялось, что да, они не испытывают повышенной эмоциональной реакции на знакомые лица по сравнению с контрольной группой, с здоровыми людьми. Ну вот, можно на самом деле похожие вещи вызывать с помощью лекарственных препаратов. Я не уверен, что это прямо во всех случаях так сработает, но здесь описаны клинические случаи пациентки, которые дали кетамин. И после кетамина она как раз описывала своего врача. Ей казалось, что приходил не врач, а кто-то похожий на врача, одет ее в одежду, что это был другой человек. Он был немного старше и весил больше. А еще, когда она смотрела в зеркало, она думала, что она видит не себя, а кого-то другого, даже к себе она не испытывала, по-видимому, эмоций. И голос ей казался странным. Любопытно, кстати, насчет голоса, что, по-видимому, тоже по-разному работает. Обычно люди с синдромом Каббера, который визуальный, если им родной человек позвонит по телефону, позвонит по телефону. Рамы нации присутствуют? По-моему, позвонит по телефону, я всегда ошибаюсь. Если позвонит по телефону, то они могут распознать по голосу и сказать, да, это мой сын, это мой муж. Вот он видит в лицо и говорит, не-е-е. А бывают редкие случаи, когда наоборот, когда человек в лицо распознает, но стоит услышать голос и говорит, да нет, это вообще другой человек. И пугаются очень сильно от этого. Так что бывают разные способы обработки информации. В зависимости от того, что именно в мозге повреждено, могут быть разного рода такого эффекты. Можно ли почувствовать себя мертвым? Это синдром Катара. Если вы почувствовали себя мертвым, то вот у вас есть кандидат на что с вами случилось. Кстати, ну, типичная, да, опять же, ситуация. Человек заявляет, что вот я не живой, я попал в рай, попал в ад. Был пациент, например, который был убежден, что он попал точно в ад, потому что после того, как его выписали из больницы, его мама повезла в Северную Африку, и там было очень жарко. Он говорил, ну вот дух моей матери отправился со мной проводить меня в ад, и там очень жарко, и все сходится. Все тот же Вейлана Рамачандра написывает, насколько бывают забавными эти делюзии, то есть нарушение адекватности восприятия мира. В частности, был пациент, который утверждал, что он мертв. Его спросили, ну хорошо, если вы мертвы, вот у мертвых у них кровь течет? Тот сказал, нет, хорошо, давайте мы вас уколим. Они его укололи, у него потекла кровь, он так посмотрел, сказал, ну значит, у мертвых течет кровь. Логично. То есть у них при этом способность к рассуждению, логике, все в порядке, но вот они мертвы. Одного такого пациента засунули в томограф, и вот здесь голубенькое, это то, что называется критикальный метаболизм, то есть мы можем посмотреть, как мозг поглощает меченую глюкоску. И посмотрите, где у него мозг работает. Но здесь синий, это недостаток работы. Вот эта активность по оси, как активно в области мозга определенные работают, и вот эта контрольная группа, это наш пациент. И у него вот все, что вы видите синие здесь на этой картинке, это все эти области, которые у него были со сниженной активностью. То есть очень широкая часть мозга у него была сниженной активностью. И вот, опять же, понятно, что вот, скорее всего, где-то в этом есть причина, этого синдрома. Дело не в том, что он на самом деле умер, хотя, может быть, в каком-то смысле, ну, активность мозга снизилась, это почти умер, может, в этом смысле он в чем-то даже и прав. Но все-таки он еще жив. И на самом деле бывают случаи, когда, вот, часто это возникает из-за такого реального повреждения мозга, но можно в некоторых случаях это вызвать медикаментозно. Тоже не рекомендую, и вряд ли у вас это получится на самом деле. Это получится, если у вас будут больные почки, если вы при этом заразитесь герпесом с больными почками, если вы будете пить ацикловир, и он у вас не будет выводиться, то есть некоторая вероятность того, что вы переживете что-то похожее. Во всяком случае, два клинических случая такого были, когда им сделали этим пациентам диализ, они перестали думать, что они мертвы. То есть это не повод бояться ацикловира. Если у вас нормально работают почки, если они ненормально работают, то проконсультируйтесь с врачом, прежде чем лечить герпес. Ну вот, это была история про мертвецов, то есть людей, которые думают, что они мертвецы. На самом деле есть еще другой тип людей, которые думают, что они мертвецы. И это очень интересная история, потому что это самая близкая история к тому, что у нас есть, к примеру, воскрешение из мертвых. На Гаити люди верят в то, что есть особые колдуны, которые называются бокоры, что они могут дать человеку определенное зелье, после которого он помрет, а после этого он воскреснет, и станет зомби, и будет служить своему хозяину. И даже, вот слева это скрин, ну так не видно текст, но вы можете поверить мне, нас вам могу желающим прислать пруфы и ссылки, что это уголовный кодекс Гаитиан, где сказано, что если вы дали человеку зелье, и он умер, и его похоронили, даже если он потом воскрес, считается, что вы совершили убийство. Вот, здесь это регулируется. Есть на эту тему две любопытные статьи. Первая статья называется «Тна биология Гаитианского зомби». Ее написал человек, которого зовут Вейт Дэвис. Он путешествовал по Гаити, и он занимался тем, что он собирал у этих бокоров информацию о том, что, собственно, они в свое зелье кладут. И он выяснил, что там есть куча всякой хрени, которая вызывает галлюцинации, но главное, что там есть, это тетродотоксин. Точнее, там есть рыбы, которые содержат тетродотоксин. Вот рыба-фугу, знаете, и бывает отравление, остановка дыхания, смерть. Ну, оказывается, что на самом деле не всегда смерть, чаще всего смерть, иногда можно оклематься. Но вообще, главное лечение, отравление тетродотоксином, это искусственная вентиляция легких, потому что этот яд парализует дыхательную мускулатуру. Но если вы искусственно провентилируете легкие, то человек может и не задохнуться. Но иногда люди и без искусственной вентиляции переживали это. Соответственно, гипотеза этого Вейда Дэвиса заключалась в том, что бокоры отравляют своих пациентов с помощью тетродотоксина. Они падают, как бы замертво. Дыхание у них очень слабое, еле заметно. Их принимают за мертвецов, их хоронят. После этого кладуны приходят, чаще всего обнаруживают труп. Но иногда они в этом саркофаге находят еще живого человека, которого они туда вынимают, потом они его избивают, потом они его кормят галлюциногенами. По его мнению, это будут бурманы. Такое вещество, я его потом прогуглил на форуме каких-то наркоманов. Они пишут, что ни в коем случае не пробуйте. Я сам не пробовал, но я воспроизведу, потому что то, что они описывают, это то, что у вас там полное нарушение восприятия реальности. И после этого вас находят, вы сами находите себя неизвестно где, неизвестно в каком состоянии, не понимаете, как вы там оказались, но вам очень плохо. И вот это, собственно, была идея Дэвиса, что так происходит. Но он не доказал тогда, что это на самом деле происходит. Это была его гипотеза. А вот статья в Лансете подсвящена трем случаям зомбификации, которые пытались медики подтвердить. Это была более поздняя работа. И в этой работе они обнаружили трех людей, при которых родственники, гаитяне, заявляли, что эти люди являются воскресшими из мертвых родственниками. То есть они их как бы распознали. И в двух случаях провели генетический анализ и показали, что они не родственники. То есть это были глюки у этих родственников. И это одно из объяснений того, почему кто-то может решить, что кто-то воскрес. Просто перепутали. И как мы видим, в два случаях трех. Третий случай был другой. То есть там была девушка. Родственники думали, что ее отравил муж из ревности за то, что она ему изменила. Позвал этих, собственно, бокеров, чтобы они ее наказали. Вскрыли ее гробницу. Нашли, что гробница пустая. Это первый аргумент. А второй, у нее была катоническая шизофрения. Поэтому она, собственно, вела себя как зомби. Вот. Ну и, собственно, вот то, что я сейчас описал, это есть самое близкое, что есть вообще в истории, насколько мне известно, к тому, чтобы был подтвержденный случай воскрешения из мертвых. Женщину, которая кому-то изменяла, отравили, и, видимо, потом она таки не умерла окончательно, а ее вытащили из гробницы, и она где-то там блуждала с катономической шизофренией. Ну вот такая история. Так что вы можете соотнести это с другими мифами о воскрешении из мертвых. И следующая такая тема, тоже связанная в некоторой степени с паранормальным, это синдром анапланетной руки. Когда человеку может казаться, что его собственная рука ему не подчиняется и выполняет самые разные действия. Например, человек пытается растернуть рубашку одной рукой, а другая застегивает, или наоборот. Он застегивает пуговицу, другая рука расстегивает, и он не понимает, что она вообще творит, эта рука. Он тянется за стаканом с водой, другая рука берет и перехватывает за стакан, и он ее не контролирует, он пугается ее. Были случаи, когда рука нападала на человека. И некоторые люди полагают, что рука стала зомби, кто-то полагает, что это инопланетяне из космоса ее управляют. Ну, в общем, есть самые разные паранормальные объяснения этому феномену. Ну, есть как минимум несколько вариантов синдрома инопланетной руки, которые зависят от того, что в мозге повреждено. Есть синдромы, связанные с повреждением то, что называется фронтальная кора, префронтальная кора, теменная кора, и мозолистое тело – это то, что соединяет левые и правые полушария. И там есть немножко разные манифестации того, что может происходить у людей. То есть в каких-то случаях рука может все хватать подряд, в каких-то случаях, в принципе, вы просыпаетесь, а ваша рука парит в воздухе в другом 90 градусов. Это тоже клинический кейс. Женщина, которая была очень сильно напугана того, что ее рука делает. Бывают случаи, когда это происходит временно, то есть побыло немножко такого состояния, а потом прошло, бывают случаи, что это навсегда. Ну, вот совсем радикальный пример. Вот вверху это просто перевод названия статьи «Непроизвольная мастурбация и проявление синдрома инопланетной руки, вызванного инсультом». А внизу это просто тоже цитаты из статьи. Это выводы авторов. «Имеет смысл рассматривать диагноз синдрома инопланетной руки при приеме больных, заявляющих о чувствии чужеродности одной или обеих верхних конечностей сопутствующими сложными непроизвольными движениями». Это вот вы теперь знаете научный термин для указанного феномена. У этого человека было повреждение префронтальной корень. Вот. Вот это пример того, как это изобразил Стэнли Кубрик в фильме «Доктор Стрэндж Лафф» или «Как я полюбил бомбу». Я просто... В общем, у него правая рука инопланетная. «Непроизвольная рука не будет необходима, мистер президент». «Непроизвольная рука не будет необходима с компьютером». «Непроизвольная рука не будет необходима с компьютером». «Интеллигенция и кросс-секционер необходимых сил». «Всё, это бы абсолютно важно, что наши главные государства и милиционеры были включены, чтобы обеспечить и обеспечить принципы лидерства и традиции». «Воу!» 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 «И вот это кейс очень интересного пациента, у которого была неполная инопланетная рука, то есть он мог её управлять, но если он при неё забывал, то он начинал жить своей жизнью. И его засунули в томограф и сравнили три состояния. Когда он сам управляет своей рукой, когда его рука движется сама, и когда она находится в состоянии покоя. И оказалось, что для того, чтобы рука двигалась, у вас должна активироваться моторная кора. И моторная кора активировалась у него в обоих случаях, когда рука двигалась. То есть это не инопланетяне из космоса внезапно, а это всё та же моторная кора, которая в норме отвечает за движение руки. Но у пациента, когда он осознанно двигался своей рукой, вместе с моторной корой активировались вот все те области, которые повреждаются в случае нарушения ведущих к инопланетной руке. Ну, прежде всего, префронтальная кора и немножко фронтальная кора, ну и другие области мозга. И, собственно, извиняюсь, премоторная кора ещё. И в итоге получилось, что разница в том, что некоторые движения, они происходят просто потому, что моторная кора их запускает, но нормальные движения, которые мы воспринимаем как осознанные, требуют вовлечения других отделов мозга. То есть мозг, он не просто действует, запускает какие-то движения, но он ещё прогнозирует, что он будет делать, какие другие движения он будет совершать. И если прогноз того, что мы делаем, совпадает с нашим реальным действием, то мозг это интерпретирует как то, что это наше осознанное движение. А если кто-то взял за руку и что-то делает, то у вас нет прогноза, куда вашу руку занесёт, и вы не воспринимаете это как своё собственное движение. То есть то, что мы воспринимаем как наше свободное действие, есть на самом деле как бы реконструкция мозга о том, что он вызывал своей деятельностью, а что он не вызывал. Попытка отличить внутренние, скажем так, попозывы что-то сделать или внешнее. И вот интересно, что у человека можно вызвать иллюзию такой вот инопланетной руки с помощью нейростимуляции. Если воткнуть в мозг электрод, если воткнуть его в премоторную кору, то можно создать у человека движение, которое не воспринимается им как его собственное. А если ударить током, а если ударить током в теменную зону, повреждение, которое тоже приводит к синдрому инопланетной руки, то можно создать у человека ощущение, что он хочет двигать рукой, даже если он до этого не хотел. Можно вызвать у человека желание двигать рукой или двигать губами и так далее. Вот последний случай, который я хотел описать с инопланетной руки, сейчас будет тоже видео, я просто его остановил. Это история, связанная с перерезанием мозолистого тела, соединяющего левое и правое полушарие. За эксперименты над такими пациентами получил Нобелевскую премию Роджерс Перри. Он делал эти эксперименты вместе с Майком Газанигой. И почему эти эксперименты делались? Потому что существует очень тяжелая форма эпилепсии, когда какая-то область мозга активируется очень сильно, и эта активация может перескочить на соседние полушария, у него возникают припадки, и это может привести в некоторых случаях даже к смерти. И когда-то не было хороших способов борьбы с этим, и придумали, а давайте мы хотя бы перережем мозолистые тела, и может быть это поможет. И оказалось, что, ну, может быть это и поможет, но получили таких пациентов и начали понимать, а, собственно, изменилось ли что-то после этого. И одна из вещей, которую писал Сперри в своих работах, что самое удивительное, что в большом счете ничего не изменилось. То есть человеку как бы растекли огромный пучок из миллионов волокон, соединяющих левый и правый полушарий, и что-то как бы никто не замечает разницы. А нафига оно вообще нужно? Но потом оказалось, что нет, все-таки нужно, и можно в определенных тестах показать, что происходит что-то очень похожее на то, как будто бы мы расщеплили человека пополам, как будто у него в голове есть два человека, которые уверены, что каждый из них он один, и никак не признает второго. И вот следующее видео показывает некоторую особенность такого человека в том, как он взаимодействует руками. Нужно понимать, что правое полушарие управляет левой рукой, а левое полушарие управляет правой рукой. И вот вы сейчас увидите такого пациента, его просят левой рукой собрать картинку из кубиков. И так получается, что правое полушарие оно немножко лучше справляется с разными геометрическими, афтрактными штуками, в общем, пространственное восприятие лучше работает. И вот он своей левой рукой прекрасно может сложить по образцу штучку из кубиков. Теперь его просят сделать то же самое задание того же самого человека, но правой рукой. Правая рука не имеет доступа к правому полушарию, и он не может сделать то же самое задание. Еще обратите внимание на его левую руку, он на ней сидит. Это не просто так он на ней сидит. Сейчас я объясню. Сейчас вы увидите, почему это не просто так. Она хотела помочь. Ну а теперь смотрите, как он двумя руками действует. И руки немножко как наликтуют. Вот это одно из проявлений. Там было много других экспериментов. Например, можно дать человеку в одну руку одну игрушку, в другую другую игрушку, которые отличаются по своей форме. Потом эти две игрушки перемешивают в мешке, где много разных игрушек, и просят найти те две, которые он держал в левой и правой руке. И так оказывается, что человеку легко найти левой рукой ту игрушку, которую он держал в левой руке, правой рукой ту игрушку, которую он держал в правой руке. Но правой рукой найти ту игрушку, которую он держал в левой руке, он не может. Потому что он ее не видел. Он не знает, какая она на ощупь правой рукой. Потому что правой рукой заведует левое полушарие. И вот подобных разных экспериментов. Там были еще и визуальные тесты. Я не буду их все подробно описывать. Если интересно, у Майкл Газаниги есть просто книжка про его работу. У Роджера Спир есть подробная статья про его эксперименты. и на сайте Нобелевского комитета есть научно-популярное видео про эти split-brain experiments, но главный такой философский, может быть, вывод заключается в том, что если кто-то верит в душу, то ее можно разрезать пополам. По большому счету. Даже была шутка про то, что если одно полушарий верит в Бога, а другое нет, то одно впадет в ад, а другое нет. Может быть, сложная ситуация. Религиозное видение. Мы все больше переходим в эту плоскость, и на самом деле при эпилепсии и при парамидальной шизофрении люди могут слышать голоса. На самом деле не совсем так. При парамидальной шизофрении, как правило, слышать голоса, при эпилепсии вы можете испытать очень странные визуальные эффекты и видения. И вот здесь есть две статьи, которые я хотел рассказать. Первая про то, что вообще у людей во время эпилептического припадка часто бывает очень повышенный, скажем так, приступ религиозности. Но вторая история более интересна. Вот эта статья, которую я бы, может быть, не рискнул ее популяризовать в Российской Федерации. У нас даже рассказы о покемонах банят. Но я рекомендую ее прочитать просто. Она написана тремя нейропсихологами, нейропсихиатрами, я не знаю, как правильно сказать, врачи, которые занимаются психотерапией. Они рассматривают персонажей из священных текстов и смотрят, какой диагноз-то нужно поставить. И приходят к очень забавному выводу, что мы часто рассматриваем людей, у которых есть разного рода заболевания, в частности, параноидальная шизофрения, что это больные люди. Но вообще-то надо бы отдать им должное, что они внесли огромный вклад в развитие нашей культуры. В том числе и такой, религиозный. Следующая история связана с околосмертным опытом. Что такое околосмертный опыт? Часто его описывают люди, пережившие клиническую смерть. И вот здесь приведена некоторая статистика о том, что люди обычно под этим подразумевают. 50% говорят, что они осознали свою собственную смерть. 24% описывают выход из тела, видели себя со стороны. Треть видели свет в конце туннеля. Треть видели мертвых. Обычно это какие-то родственники мертвые, еще что-то там вроде. Ну и интересно еще особенно, что чаще всего люди говорят, что это был приятный опыт, а не что-то ужасное. Ну и опять же, сторонники паранормального скажут, что это доказательство загробной жизни. Человек там побывал и пришел, рассказал. Правильно? Ну, на самом деле, всему этому тоже есть очень, как ни странно, простые объяснения. Начнем мы с того, что околосмертный опыт далеко не всегда является околосмертным опытом. Наверное, половина случаев околосмертного опыта это случаи, когда человеку вообще ничего не угрожало. Это была рутинная операция, имеющая почти 100% шанс на успех. Под наркозом что-то с ним делали, и ничего в этом ему не угрожало. Но в таких других случаях, да, бывает, что это происходит в условиях, когда человек почти умер или мог умереть. Возьмем с выхода из тела. Есть... Была такая замечательная совершенно работа в журнале Nature, которая заключалась в следующем. Брали эпилептика. Вот перерезание мозолистого тела для лечения эпилепсии – это в прошлом. Сейчас делают так. Берут эпилептика, сажают его, фиксируют, скрывают ему мозг и тыкают туда электроды. И спрашивают, бьют его током в разные места, я спрашиваю, как себя чувствуешь. А он находится в сознании, и они ищут то место, куда воткнуть, чтобы вызвать у него припадок. И когда находят это место, то это место вырезают. Очень локально. И вот тыкали, значит... Ну и при этом еще проверяют, что, грубо говоря, является это место очень важным. И вот, значит, тыкали пациенту в мозг электродами по сеточке и нашли место, куда вот тыкают его. И он говорит, опа, я вышел из своего тела. И дальше это можно проверить. Там человек-то не знает, куда его тыкают, правильно? Он же не видит, что у него там творится. И можно проверить, что есть конкретное место, и ровно только в этом месте удар током говорит человеку, что он выходит из своего тела. Это была первая на эту тему статья, и после этого было воспроизведение на других пациентах. И оказалось, что, в общем-то, можно локализовать это место. По-моему, это место называется... В общем, это височная доля. Я забыл название. Углообразный. Извилино. Сейчас я боюсь вам соврать, но неважно. Вот есть это место. И что оно делает? Можно сравнить это с таким местом, где обобщается информация о вашем местоположении с учетом разных органов чувств. Это что-то вроде такого типа GPS. Или не совсем. Но вот можно привести такую метафору. Представьте себе, что у вас есть сотовый телефон, и вы сняли вот это помещение на камеру, а GPS говорит, что вы на Луне. Ну, такой у вас сломался у вас GPS. И вы, ну, в норме, вы понимаете, что, наверное, что-то не так с GPS, но это потому, что у вас... как бы вы не ваш мозг. Ну, в смысле, вы-то ваш мозг, конечно, но, как бы сказать, у вас все в порядке, а вашего мозга в данном случае не все в порядке, у вас GPS сломался. Окей, я запутался в своей метафоре, но неважно. Мозг, он не может сказать, что у него что-то сломалось. Он не понимает этого. Он пытается построить максимально правдоподобную картину, исходя из тех данных. И, конечно, мы говорим, что он на Луне. Ну, он видит эту аудиторию. Он приходит и говорит, что это аудитория на Луне. Ну, как бы логично. Единственный выход из этого. И вот здесь происходит что-то в этом роде. И при этом человек, на самом деле, описывает визуально то, что он видит, как то, что он видел бы своими глазами. Он смотрит вниз, он видит в себя не свое лицо, он видит в себя ноги, туловище. Но ему кажется, что он где-то парит в воздухе, рядышком. Также возбуждение этой области мозга, сюда ударить электричеством, также может вызвать ощущение, что он стоит за спиной. Тоже очень интересный эффект. И если бы человек на самом деле выходил из своего тела и мог видеть себя со стороны, если бы он поднимался куда-то высоко, как это представляют некоторые сторонники паранормального объяснения этого опыта, то можно было бы провести эксперимент. Взять шкафчики, на шкафчиках положить картинки, чтобы их было не видно снизу, только сверху, и спрашивать человека, видит ли он то, что на этих шкафчиках нарисовано. Такой эксперимент ведется уже много лет. Он называется The Aware Study. И до сих пор никаких подтверждений того, что человек может увидеть то, что нарисовано на этих шкафчиках. Люди описывают, о, я помню, там врач приходил, медсестра приходила, бульончик мне приносили. Ну, что-то такое. Пиковая машинка, дефибриллятор. Вот такие вещи он может заявлять, что он помнит, но это вещи, которые можно догадаться, что это могло произойти. А вот аккуратно продемонстрировать, что человек может узнать что-то, что он знать не мог, такого продемонстрировать пока никому не удалось. Свет в конце туннеля, по-видимому, связан с тем, что когда человек испытывает кислородное голодание, а оно возникает при основке сердца, а также оно возникает, например, у летчиков, которые вращаются в центре фуге и испытывают огромные перегрузки, когда они тренируются к стильным перегрузкам во время полетов, то у нас начинают отказывать зрение. И зрение отказывает не одновременно все, а сначала периферийное, а потом центральное. Центральное дольше существует в условиях кислородного голодания. И вот это центральное зрение, работающее, когда периферийное уже отключилось, это и есть ваш свет в конце туннеля. Призраки. Часто люди слышат голоса и видят их при Паркинсоне, при Альцгеймере и рады других заболеваниях, ведущихся связанных с повреждениями мозга. И не секрет, что когда человек переживает клиническую сферкту из-за кислородного голодания, мозг повреждается. И поэтому это есть самое простое объяснение, почему люди иногда видят то, чего нет. Ну и эйфория. С эйфорией есть два конкурирующих объяснения. Одно заключается в том, что вообще боль это важный эволюционный адаптивный механизм, который нужен для того, чтобы мы себя не повреждали и неудивительно, что он существует. С другой стороны, если вам угрожает смерть, за вами гонится гигантский тигр, то если вы будете ныть, что у вас ножка болит, то ничего хорошего не выйдет. И поэтому в условиях страха люди нередко испытывают некоторое обезболивание, которое связано с выбросом эндорфинов. И может быть, это отчасти даже объясняет то, почему некоторые люди очень любят экстремальные виды спорта, которые очень опасны для жизни. И это одно объяснение, что человек напуган смертью и возникает такой механизм обезболивания. Другое объяснение заключается в том, что часто, на самом деле, его смертный опыт связан с состоянием под наркозом. Далее лекарство, человек стал легче, ну, обезболивание. Он говорит, поэтому мне было приятно. А на самом деле, это все опиум или что-нибудь в этом роде. Ну, и вот я рассказал вам кучу всяких грустных вещей, не знаю, не грустных, таких, не знаю, после которых, может быть, кому-то будет плохо спаться. Но я расскажу о чем-то позитивном в вторую часть этой лекции, более короткую. Она называется «Смех убеждает чудовищ». Но опять же, начну с грустного. Вот сейчас, значит, за ловлю покемонов сажают, а раньше за колдовство могли вас пытать и сжечь. Есть знаменитая книга «Мол, это ведьм», которая описывает, как нужно правильно пытать ведьму, как ее правильно определить, эту ведьму. И эти люди, они верили в то, что действительно существует дьявол. И это, кстати, приводилось как главный аргумент. Почему ведьма существует? Потому что дьявол уже существует, правильно? Вы же не будете спорить, что дьявол существует. Ну, а раз дьявол существует, то и ведьма существует. И он им даровал эти силы. И на самом деле, вот в этой книжке забавно, что описываются некоторые случаи вселения в дьявол, вселения в дьявол. Например, там был некоторый священник, который, когда он молился о Богородице, он матерился. И поэтому это было сказано, что это у него в дьявол вселился. Сегодняшнее одно из объяснений это то, что у человека был синдром Туретта. И это синдром, при котором у человека возникают непроизвольные тики, а также он может случайно говорить то, чего он не хотел произносить вслух. И это не доказано, но это правдоподобный сценарий, выдопрованный диагноз. Но меня интересует вопрос следующий. А может ли черная магия существовать в каком-то виде? Что могло бы за ней стоять? И я не один, кто его этот вопрос интересовал. Есть такой антрополог Вальтер Канон, который в журнале American Anthropologist опубликовал давно еще статью про некоторые явления, с которыми он столкнулся у австралийских и новозеландских аборигенов. У них есть такая штука, которая называется «Смерть вуду». В чем она заключается? Что шаман показывает на кого-то кость, и после этого человек, свято верящий в эту религию шаманскую, он пугается до смерти. Бывают два, собственно, сценария. Один, когда человек просто перестает есть и пить, и от этого умирает, а бывает, что сердце слабенькое, и человек умирает от этого. И некоторые антропологи описывают такие кейсы. Был один совсем смешной кейс, на который ссылается Вальтер Канон, что была миссия, то есть христианская миссия, и там один из местных аборигенов, который вроде как обратился в христианство, но все еще верил в этот шаманизм, ему показалось, что его проклял шаман. И после этого он слег, и врач не мог с ним ничего сделать. Но врач узнал про это проклятие, он пошел к этому шаману и сказал, «Слышь, ты шаман, давай-ка ты придешь к нашему пациенту, скажешь ему, что ты пошутил, а иначе, во-первых, мы тебя выгодим к черту отсюда, а во-вторых, мы тебе больше эгументальной помощи не дадим». Шаман раскинул, так скажем, пришел к этому пациенту и сказал, «Чувак, я пошутил, не было никакой кости, вообще-то неправильно понял, чувак встал и пошел». И все с ним было в порядке. Вот Канон предположил, что причина такого, что это на самом деле не чисто психологическая штука, человек сильно нервничает, он висит на вере, он думает, что он умрет, у него возникает сокращение сосудов, выброс адреналина, все такое, нагрузка на сердце, и он может в некоторых случаях от этого погибнуть. Ну, это очень оренгензотическая история, в которую я не настаиваю, чтобы мне кто-то поверил, и сам я к этому отношусь некоторый степень не скептично, но в медицинской практике этот вопрос тоже поднимался, что бывает так, что пациенту, который болен тяжелым заболеванием, например, онкологическим, сообщает, что вы умрете через полгода, и если у него слабое сердце, он может умереть намного быстрее. Не от рака. И такие кейсы описаны, систематизированы, и в американском правосудии есть даже тоже отдельная история про то, что есть такой термин, как убийство через сердечный приступ. Типичный кейс, женщина звонит в полицию и говорит, ко мне вторились грабители, полиция приезжает, находишься, женщина мертва, но не от бандитов, она просто умерла. Это бывает редко, но такое бывает, и это рассматривается как отдельный тип преступления. То есть, понятно, что они все-таки виноваты в том, что они напугали, но они ее убивать не хотели. Вот все это вместе как бы сводится к тому, что, ну, в общем-то, если вы верите в черную магию, если вы поитесь с чего-то, то вами могут что-то сделать нехорошее, может быть, если вас не убить, то что-то с вами сделать другое. Есть научное исследование, совершенно замечательное, про то, как страх может на нас влиять. Люди разбили на две группы случайным образом, и половине показали фильм про то, что беспроводное излучение это очень опасно, оно вас убьет, а половине показали фильм о том, что беспроводное излучение совсем не опасно, и дальше им сказали, что сейчас мы включим Wi-Fi. На самом деле, его не включали. И вот те люди, которые запугали этим Wi-Fi, они начали говорить, ох, мне плохо, пожалуйста, приходите к эксперименту. То есть там вот вплоть до того, что люди начинают жаловаться на сердце, а люди, которые были в контрольной группе, с ними было бы все более-менее в порядке, и просто так вопрос о том, что те, кто вас могут запугать, они обладают от вами некоторой определенной властью. Ну, в этом смысле вот это есть пример черной магии. Там, где в нее верят, там она работает, и есть наглядная видеоиллюстрация. Это не совсем черная магия, это называется контактный бой философтный бой. Вот так, дедушки, примерно, выявляется, представляете? А так, с разбега, проладите, по одному давайте так. Вот так, с края наберегаем, поехали. ну, ясно, что это люди, которые либо искренне верят, либо, мой бытип, этим крестом бьют, если они подходят близко, либо они хорошие актеры, но я уверен, что ни на каком скептическом человеке такая штука не сработает. А вот, собственно, пример, косвенный, подтверждающий эту гипотезу. Это видео про мастера бесконтактного боя, который сейчас сначала раскидает кучу своих учеников, а потом он вызовет на бой мастера по обычным единоборствам и обещает 5000 долларов, если тот ему победит. И вот вы можете посмотреть это видео, собственно. Вот они подписывают контракт, хотя есть 500 долларов в случае победы. его мы в порядке с вами. Вот тут все. Это шоу-соу. Шоу-соу. А вот, да, да, да. Вот это мастер. Шоу-соу. А вот это мастер. У него в порядке. Я его придумала, вырезал. Я его придумала, я его придумала. Вот, что меня был придумал. А вот, что меня там едва. Не было, что я Bonjour. А вот, что меня зовут. Я её придумал. есть такой эффект, что если вы окружены людьми, которые что-то верят, то вы тоже рискуете в это поверить, и вот видимо в данном случае чувак так всех убедил в своей колдовской силе, что даже сам в нее поверил, и это ему стоило набитой мордой. А может просто человек его кинул на бабки, может они договорились заранее, кто-то решил, что ладно, мне не нужны твои десять, и сейчас возьму твои пять, и назад он обью тебе морду. Я не знаю, как это было сделано. И еще одно видео, вот этот человек слева, он скептик, а человек справа, он тантрический маг, это было показано по индийскому телевидению, он утверждал, что может убить человека с помощью своей магии, и многие люди его боялись, у него много последователей, ну скептик сказал, хотя бы лиши меня сознания, чувак. И это видео осталось где-то полчаса, но я не буду вам полчаса показывать, я избранные моменты покажу. Аминь. 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 В общем, через полчаса у него ничего не получилось, и тогда этот маг сказал, что, наверное, этого человека защищают его боги. На тот человек ответил, вообще-то я атеист. Вот в произведении Гарри Поттер там был такой монстр, он назывался Богород. Он принимал вид самого большого страха, который человек мог испытать. Ну, то, о чем больше всего боялся. И мальчик, наверное, Лонгботом, он боялся Севериса Снейпа, преподавателя зелеварения. И чтобы победить Богород, то нужно было представить его в самом нелепом обличье. И вот мальчик представил его в виде Стейпа родили своей бабушке. И таким образом, с помощью смеха, Богород был побежден. И, собственно, я и вам рекомендую со смехом относиться к подобным заявлениям колдунов, магов и прочих. И, собственно, спасибо за внимание. АПЛОДДИСМЕНТЫ